Здравствуйте! Это только у меня сложилось впечатление, что где-то мы уже это проходили. Я сейчас про падение двух ракет на территорию Польши и про гибель двух польских граждан. Насчет того, что проходили, сразу вспоминается история с малазийским Боингом, в которой до сих пор окончательные точки так и не поставлены. В плане случаев с вчерашним пролетом ракет на территорию Польши, новостные ленты, телеграм-каналы и прочие интернет-ресурсы пестрят самыми разными вариантами реакции на эти события. Я про официальную российскую или про крымлевскую говорить не буду, хотя, скорее всего, из этой серии вчерашняя запись в телеграм-канале совсем неуважаемая мною Михаила Ходорковского. Ну, явно же, это сейчас цитата близкая к тексту, но явно же это была случайность. Извините меня, и господин Ходорковский, и все остальные. А какая к Богу разница для двух погибших поляков, их семей, вообще для всей Польши, была это случайность или не случайность? Точно так же, какая разница, были это, в принципе, какая разница, были это российские ракеты или украинские ПВО? Принципиально, на мой взгляд, то, что не было бы развязанной России войны в Украине, не было бы этих прилетов, не было бы гибели двух польских граждан. Вот, собственно, и вся история. А дальше уже идут разговоры. Вот если это была случайность, НАТО и мировое сообщество отреагируют так. Если это была не случайность, а отреагируют это. Во-первых, как можно определить, случайность это или нет. Во-вторых, заявление там кого-то, что из информированных анонимных источников, что ракеты были выпущены с территории Украины. Окей. А эти источники ВНР, ДНР, куски Херсонской и Запорожской области считают, и Крым, к слову сказать, считают территорию Украины. Ну, тогда как бы вопросов нет. Плюс есть еще Беларусь, с которой в эти все места, скажем, включая Львов, Луцк, дострелить куда проще. Есть самолеты российские, которые хоть и говорят, не рискуют залетать на территорию Украины, чтобы не попасть под ПВО, но мало ли. Ради такого случая, может, кто-то и залетел. Но возвращаюсь к первому, так сказать, тезису. Так ли это принципиально? Важно то, что с большой, очень большой долей вероятности Путин испытывает, так сказать, НАТО даже не на прочность, а на вшивость. Ну, вот, попали ракеты. Ну, вы же там кричали, пятая статья, ни один сантиметр, ни той. Ну, что вы сделаете? Будете сейчас неделями разбираться, и потом выдадите какую-нибудь обтекаемую формулировочку. Ну, да, вот, как бы, то, все. Единственный реальный результат этого, который весьма вероятен, это большие поставки оружия Украине. Пусть дальше воюют. Пусть гибнут ее люди. Да, украинские официальные лица не устают повторять. Дайте нам побольше оружия, мы справимся. Справятся, не сомневаюсь. Вопрос только какой ценой. А ведь все это можно было прекратить, или, точнее, предотвратить еще в 2008. Еще в 2008. Когда бы дали, так сказать, по сусалам тем, кто полез на чужую территорию. А уж про 2014 вообще не говорю. Но на календаре вторая половина ноября 2022-го войне в Украине конца пока не видно. Продолжают гибнуть люди. Я сейчас исключительно об украинцах. Россияне точно по известной формуле либо заслужили, либо допустили. То есть, я уже как-то об этом говорил, и то, и другое. И заслужили, и допустили. Ну, а этот, так называемый, как пишут, инцидент, ну, так, скорее всего, инцидентом и останется. К большому сожалению, моему лично. Оставайтесь здоровы. Слава Украине. Живе Беларусь. Живе Беларусь.